Всем привет! Это ваш расклад на полнолуние и две недели после полнолуния. Это Лена из Канады, кто не знает меня. Вы у меня в гостях, я там очень рада. Я посмотрю для вас на картах иллюминатов, чтобы прояснить, иллюминать, прояснить вашу ситуацию по всем знакам. Загадывайте сейчас свой знак или знак своих родных или чужих. Ну а я посмотрю, что вас ждет, а вы еще не знаете. Итак, что же покажет вам полная Луна? Это как бы, знаете, выйти из состояния зацикленности и понять как бы со стороны целую картину, увидеть. Этому помогает Луна. Первый расклад для овнов. Королева Пентаклей. Семерка Жезлов. И Королева Жезлов. Люди, которые есть вокруг вас, здесь люди представлены, да? Может женщины, а может просто люди, владеющие деньгами, силой, жезлой силой, положением в обществе, формальной, неформальной ситуации, связанной с деньгами или с документами. И это все будет проясняться, и у вас появится сила, внутренняя сила, чтобы противостоять всем врагам. И вы получите не просто желаемый результат, а результат будет намного лучше, чем вы думали. Королева Пентаклей, да? И за вложение вашего Королева Жезлов. Это ваше эмоциональное и ментальное вложение. Я вижу, что вы будете в своей силе, потому что Жезла — это сила. Вам помогут ваши духи рода, вам поможет внутренний стержень, который вы будете иметь. Вам помогут высшие силы, которые хотят теперь, чтобы все было так, как вы хотите помочь вам. И здесь могут быть формальные, неформальные всякие ситуации, ситуации дома или на работе. И вы, может быть, молитесь, просите высших сил, чтобы помогли вам что-то очень серьезное. Потому что так просто высшие силы не слушают человека, а слушают только того человека, которому действительно нужна помощь. И в данном случае ваши молитвы услышаны. И по вашему вопросу, вы сами знаете, что это за вопрос, ответ будет положительный и даже лучше, чем вы рассчитывали. Я карты положу назад в колоду, чтобы была полная колода. Знак Зодиака Тилец. Справедливость. Восьмерка Меча. И Император. Два старших аркана здесь. Это очень хорошо. А для знака Зодиака Тилец. Я вижу, что сейчас вам высшие силы хотят дать все, чего вы хотите. Это благородная, обеспеченная жизнь. И может поможет какой-то человек в данном случае. Вы получите, может быть, хорошую работу. Или ваши родные люди получат хорошую работу. Вы получите деньги, вы получите документы. В общем, ваша жизнь полностью реализуется. И знаете, это такой расклад, когда совершенно нормально и понятно, что за все трудности, которые вы испытали, все трудности, которые вы прошли, вы теперь достойны награды. Вы достойны награды. И здесь не просто, знаете, такая пассивная жизнь. Нет. Здесь жизнь активная. По праву принадлежащая вам профессия. Ваши skills. Ваш опыт жизненный. Профессиональный опыт. Это все вам в копилочку. И это все даст вам возможность жить не просто безбедно, а жить с удовольствием. Вот это четко проглядывается. Так что все будет так, как вы хотите, но через работу, через сильно-сильно важные для вас неимоверные усилия. Но эти усилия со временем станут частью вашей жизни. И вам это будет нравиться. Итак, полная колода, конечно. Смотрим дальше. У нас знак зодиака Близнецы. Шестерка Жезлов. Король Жезлов. И Пятерка Меча. Близнецам нужна выносливость. Близнецам нужно понимать, что, знаете, испытания даются человеку всегда в меру его возможностей. И то, что, как говорится, нас не убивает, то делает нас сильнее. Именно этот расклад об этом. Вы победите свои какие-то предрассудки. Вы победите свою прекрастинацию. Вы победите свои сомнения в себе или своих каких-то демонов. То есть злые привычки плохие. Вы будете победителем. Вы сильны. Вы в своей силе находитесь. У вас сила, она умножается. И, как говорится, дорога след идущий. Эта сила ваша внутренняя и внешняя, она гармоничная. Именно гармония в этом, гармония между умом и физическими потребностями и делами, сделает так, что вы преодолеете любые преграды. Преграды у вас на пути. Любые преграды вы преодолеете. И вы даже не ожидали от себя, что вы такой мощный человек, на это способны. Омоложение организма, здоровье, прекрасное состояние в семье и баланс. Баланс сил. Вы здесь поддерживаете баланс сил. А значит, вы все сможете. Знак зодиака Раки. Двойка Чаш. Семерка Жезлов. Королева Жезлов. Для Раков идет сейчас какая-то внутренняя борьба. Это, опять же, может быть борьба с внутренними демонами или внутренняя борьба как в семье с родными, которые настаивают на чем-то, вам что-то внушили, не верят в ваш успех, сомневаются в вас, хотят типа вас поддержать, потому что вы слабенькая такая, да? На самом деле все не так. На самом деле все проблемы ваши заканчиваются. И настает время, когда вы знаете, как преодолеть. Преодоление, да, резистанс, преодоление. Вы преодолеваете здесь и в семье, если какие-то расприездили, влияние третьих лиц, коричневых, фордолаков, подселенцев, сущностей. В семье, если идут нападки на вас, на ваших детей, на ваших родных, плохими родственниками, в нехорошие разговоры, в нехороших домах идут за вашей спиной, вы это все преодолеваете. Вы получаете энергию, омоложение организма, счастье и здоровье. И эта борьба, которая казалась вам очень бесцельной, или обидной, или же изнуряющей, она сделала вас сильнее. И это все уже позади вас, все страдания. Сейчас на основе вот этих страданий у вас будет полная идея по тому вопросу, о котором вы подумали. Полная колода нужна для каждого знака. Итак, сейчас знак зодиака. Левый. Карта смерти или трансформация, она еще по-другому называется. Это рыцарь меча. И десятка пентаклей. Итак. Если вы относитесь к знаку зодиака Лев, то знайте, что вас ждет большой улов, большие деньги, социальный успех, радость и счастье, реализация всего и в профессии, и в семье, и в быту, особенно в быту, честность, транспарантность отношений, преданность. Вас ждет то, что впереди только лучшее. Впереди лучшее, только лучшее. Не нужно оглядываться назад, потому что впереди только свет, только радость, только сила, только любовь и мир. Это все впереди свет. А позади тьма, чего смотреть на прошлое? Не нужно. Вообще так принято думать, ну, философия, что зло — это смотреть в сторону прошлого постоянно. Иногда мы вынимаем прошлое на свет Божий, его переосмысливаем, поэтому прошлое тоже видоизменяется, когда в свете дня, да, мы рассматриваем то, что нам казалось странным, непонятным, или нас пугало, или обижало в прошлом, и это трансформируется. А вот сейчас впереди вас победа над трудностями, большая победа и большой успех. Успех как в любви, так и в профессии. Итак, смотрим для знака зодиака. Дева — колесница, пятерка жезлов и рыцарь пентаклей. Девы — я вижу, что перед вами новый путь. Новый путь, новые возможности, хлопоты, заботы, касательно найти себя, найти себя в семье, в отношениях, между родными, любимыми, в партнерстве. Новый путь, дорога касательно заработка, касательно жизни, которую вы будете любить. И сейчас это внутреннее недоразумение, борьба, сомнение. Нужен ли мне этот человек? Нужен ли мне такой быть? Такая обустроенность дома? Это просто, знаете, как бы идет от усталости. Потому что я вижу, что хлопоты и все заботы касательно семьи, любви, любовь тоже бывает к работе. Это тоже важная часть нашей жизни. Это все реализуется, и вы найдете то, что ищете. Ваша жизнь будет наполнена смыслами, и она будет элитная. То есть, когда мы живем в красоте, в эстетике. А эстетика и красота — это почти в конце пирамиды масла, в самом конце. А вот идет эстетика и самореализация. Именно эстетика жизни, любовь к этому всему, что вас окружает, и даст вам блаженство, блаженство и исполнение всех ваших надежд. Видите, какие расклады? Просто благословение, да? А теперь будет для знака зодиака весы. Дефермет, отшельник. Это паш жезлов. И пятерка меча. Уважаемые весы, это может быть вы, или это может быть кто-то из вашего окружения, кто действительно своим трудом и своим упорным трудом, своей настойчивостью, терпением выработали вот этот внутренний свет, внутреннее свечение, которое является очень ярким. То есть вы себя познали, вы познали, чего вы хотите, куда вы идете, что будет для вас важным. И это будет в вашей жизни. Вы замечены вселенной, вы ярки, вы светите, вы красивы, вы умны. И поэтому перед вами очень светлый путь, светлая дорога. И знаете, напрашивается вот такой светить везде, светить всегда, да, вот здесь вот этот яркий свет, он связан с тем, что, как в Писании написано, даже если враги смотрят, то все равно Творец накрывает столы для вас, которые полны явств, то есть благословляет вас. И действительно, вы притягательны для своих людей, вы притягательны для счастья, для удачи. И в вашу жизнь сейчас входит полное благословение, возврат своей силы. Это светлый путь, это дорога, конечно, это путь, который нелегкий, но светлый, нелегко быть индивидуальностью, а здесь индивидуальность. Поэтому перед вами очень светлый путь, который приведет вас к полному успеху по тому вопросу, о котором вы спросили. Сейчас идет знак зодиака, Скорпион. Итак, Паш Жезлов, Верховная Жрица и Четверка Меча. Ну, хочется сказать мою мантру, которая у меня уже много лет, не сидите, не ждите. Я знаю, что вы не сидите, не ждете, но в любом случае волшебный пинок вам, несомненно, нужен. Итак, уважаемые Скорпионы, мудрость, мудрость, ум, умение найти выход, умение преодолеть, преодоление трудностей, преодоление трудностей, в которых вы, может, застряли, или иллюзии какие-то касательно своих, близких, чужих. Да, действительно, у вас идут нехорошие разговоры в нехороших домах, это могут быть коричневые фурдалаки, сущности или подселенцы, которые вам что-то внушили, называется выученная беспомощность, да, вам внушили, что вы не можете, и вы с этим согласились. Нет, это не так, это все ваши иллюзии, наберите сил, наберитесь терпения, наберитесь мужества, потому что вы умны, благоразумны и очень красивы, талантливы. Поэтому впереди я вижу, что вы решите все ваши проблемы, вы приобретете внутреннюю силу на пути и ваши формальные, неформальные ситуации, ну, по вашему вопросу, ситуации, по вашему вопросу, все решатся, все решатся к лучшему. И вот вы увидите, будете пересматривать это видео, поймете, что я была права. Теперь смотрим для знака зодиака. Стрелец. Тройка чаш. Тройка жезлов. Императрица. Вот эти тройки, это, конечно, внедрение третьих лиц, дома или на работе, сплетни, как говорится, на чужой роток не напросишь платок, но здесь вы это сможете сделать. Вы сможете победить этих негативных людей в вашей жизни, дома или на работе. вот такой расклад, вы можете найти, но сейчас вас кто-то осуждает, осуждает вас дома или на работе, такое страшное, несправедливое осуждение, суда сейчас за вашей спиной, зависть большая, вижу родственников или же коллег, эти, сильная зависть, но вы это все преодолеете, потому что вы полны сил, вы полны здравого мышления, и люди понимают, что когда о вас говорят, то люди обычно говорят сами о себе, понимаете? Плохо не говоря только о тех, у кого уже нет живых, понимаете? То есть если человек о вас говорит плохо, он сам себя судит этим, осуждает сам себя, потому что он говорит о себе. Человек только может способен что-то увидеть, то, что у него есть у самого. Ну поймите сами. Поэтому здесь может быть какая-то тяжелая карма, осуждение родных или чужих, здесь может быть тяжелая кармическая ситуация, в которую вы попали, но вы из нее скоро выйдете, а вот враги поймут, что они веселились, танцевали, а вот бумеранг пришел, и они удивились. Так что я здесь вижу, что вы входите в свою силу, и будет видно скоро, кто есть кто. Но вы занимайтесь своими делами, позаботьтесь о себе. Потому что так на самом деле, знаете, каждый должен сам о себе позаботиться. И здесь вот эта карта говорит, что вы под защитой высших сил, вы получите вдохновение, вы получите силы, и все будет справедливо. Все будет справедливо, и в общем смеется тот, кто смеется последний, да, по этому раскладу. А именно вы будете жить в великолепных условиях. Это я вижу точно. Да, такие расклады, как благословения. Итак, смотрим дальше. Знак зодиака Козерога. Зачарьиот Колесница. Цуз Жезлов. И Король Жезлов. Такие карты, да. Я должна вас обрадовать, уважаемые Козероги, что все ваши старания абсолютно не напрасны. Перед вами открыта дорога. Это интересная новая дорога. И главное вам идти с легким сердцем налегке по этой дороге. Потому что дорога будет быстро меняться. Может быть резкий поворот право или влево. Дорога может печататься очень быстро. Может быть неожиданная. Но вам главное, что воспринимать все, как, знаете, эта дорога, это путь. Это путь, который рассылается перед вами. И невозможно не идти вперед. Невозможно, потому что жизнь это движение именно по пути. Этот путь может быть не всегда легкий. Не всегда легкие решения нужно будет принимать. Но главное, не утяжелять сердце. С легким сердцем идти тоть. То есть не волноваться напрасно. И понимать, что в общем дорогу осилит идущий. Даже если она может быть и опасная была, и сложная. А у вас были неприятности, у вас были даже у некоторых трагедии жизненная была. Да, этот путь был нелегкий. Поэтому вам нужно было выработать легкую стратегию, иначе вы не выдержали бы. Понимаете? Поэтому высшие силы дают вам возможность сейчас восстановиться. Полностью восстановить силы, полностью войти, как говорится, в свои берега, все взвешивать, без эмоций лишних, все понимать, каким есть, здравое мышление, незамыленный взгляд на события и вещи. На этой дороге вы можете встретить нужных вам людей, полезные для вас события. И в общем-то, я вижу, что то преодоление, которое в вашей жизни произошло, оно привело к тому, что сейчас этот путь будет легкий. И получение всего необходимого вам для жизни, даже большего, каких-то радостей, больших радостей, это буквально вот-вот случится. Сейчас смотрим для знака зодиака Водолей. Тоже вышла карта Зачариот опять, видите. Паш Пентаклей, это хлопоты, заботы, бубновая, как говорится. И восьмерка меча. Для знака зодиака Водолей пентакливая карта говорит о получении нужных бумаг, документов и очень быстро. Может быть, с трудом, может быть, в опасную ситуацию вы попали, но сейчас именно все реализуется, все преобразуется, я бы сказала. Это опасная ситуация разрешится, все реализуется, и вы получите нужные вам деньги, выплаты, может быть, работу нужную вы или ваши дети. Вы получите благословение, ваш доход будет намного больше. Вы сможете найти себе, может быть, лучшее жилье, благоустроить свой быт и жить в досадке будете. Пентакли — это не только достаток, это тоже документы, нужные вам, которые, может, какое-то время вы не могли получить по понятным вам причинам. И это было сложно, вы очень переживали, или, может быть, это ссоры были, которые в семье или на работе, вы очень переживали. Но сейчас все наладится, и результат будет даже лучше, чем вы ожидали. Знак зодиака — рыбы. У нас есть парные знаки, такие как близнецы, рыбы, раки, весы. Знак зодиака — рыбы. Иерофант. Это карта «Джастис», то есть справедливость. Два старших аркана. Иерофант — это вера, надежда, любовь, регламент, делать все вовремя, то есть порядок жизни. Ну а «Джастис» — это то, что каждый получит по заслугам, и враги ваши получат в бумеранг, а вы получите достойную жизнь за все страдания, которые вы терпели. И тут «Жезлов» говорит о дороге. «Жезловая дорога» — это счастливая дорога, да? Это крестовая дорога, то есть по делам, по семье все наладится. Я вижу, что знак рыбы будет очень счастливым. Благословлять вас будет Вселенная и давать вам по справедливости все самое лучшее. Вселенная сейчас имеет для вас огромное благословение, потому что знает, какие страдания вы претерпели, И что вы терпели от врагов, от подлецов, от всевозможных оборотней дома или на работе, и вам угрожали, вам перекрывали дорогу. Но сейчас все это в прошлом, сейчас все наладится. Вы восстановите силы, восстановите финансовый поток и восстановите здоровье. И все у вас будет замечательно. Вот такие расклады пусть Вселенная щедро благословляет, но мы с вами скоро и все непременно увидимся. В конце расклада я иногда люблю сделать бонус, я иду на прогулку, здесь у меня мальфарский лес нужно обязательно восстанавливаться, моя работа не такая простая, как кажется вам на первый взгляд. И иногда мне высшие силы открывают, Лена, сделай пасьянс. Это так, как делали наши предки, это очень эстетично, уютно и приятно. И да, это тоже предсказание, гадание онлайн. Так что еще дело для вас и пасьянс на удачу. Я всегда говорю пасьянс на счастье и на удачу. И это старинный бабушкин расклад будет на то, чтобы то, на чем вы сейчас решаете ваши задачи, они решались. Пиковый король новый знакомый, человек, которого вы не знаете еще, но узнаете в чужой стране есть чужеродный, чужой, но с ним будет встреча. Итак, у вас сейчас может быть какая-то задача семейная, здоровье, бытовая, профессиональная, финансовая, но любая. Да? А вот и вы задачи эти должны решать. Сила, которая вам поможет решить задачи всегда в тузах. Тузы — это сила, которая сильнее нас, она на нас влияет, а мы на эту силу повлиять не можем. И расклад на четыре туза, у меня есть вообще-то у моей копилочкой несколько раскладов на четыре туза, но именно этот расклад рассказывали во французских дворах, дворцах, так сказать, да? Он еще и Наполеон по-другому называется, но все по-разному называют его. Очень хороший пасьянс именно на решение задач. Загадайте себе. Я только даю намек, как можно загадать. Бобновый туз — это может быть деньги или финансы, или документы. Червоный туз — это семья или любовь. Крестовый туз — это все, потому что крест и крест — это как про жизнь. Здесь и формальные, и неформальные, бытовые, любые ситуации, здоровье, и все такое. И пиковый туз — это какая-то сложная ситуация, которую вы не хотите решать, или она какая-то очень затянутая или запутанная. Если вы решили дарить задание моим тузам разрулить ваши проблемы, я начинаю. На 4 туза. Очень классный, кстати, пасьянс. Так. Здесь у нас будет 9 стопочек. Каждую стопочку идет по 4 карты, до 36 на 4 делится, получается по 4. Я не буду рассказывать условия пасьянсу, у меня очень много видео, где я подробно все рассказываю, что я делаю, как. А здесь просто гадание, да? Итак, уже один туз есть. И вот все, что под тузом, мы не открываем сейчас. Кто загадал что-то бубновое, то это сбудется однозначно. На то, что под судом будут секреты, тайны, как сделать так, что сбылось. Откладываем его, да? Но у нас перед тузом десятка была, а десятка она меньше туза, поэтому смотрим, что здесь. видите туз. Поэтому вот это у нас, в этот туз. И вот эти карты, которые не видно, это будут тайны крестового туза. Все крестовые задачи тоже решатся. Здесь нет никаких вопросов. Это у нас не нужно нам эта карта. Итак, у нас здесь с вами валет, девятка, еще девятка. Так, валет меньше, да, мы поэтому здесь смотрим. Здесь туза нет, эти все карты нам не нужны. Шестерка меньше, да, мы эти смотрим, даму сдвигаем. Здесь тоже не было туза, эти карты нам не нужны. Итак, что у нас остается? Вот две девятки. Если повторяется карта, то мы можем вот эту предыдущую открыть. О, туз есть. Итак, туз, и еще две закрытые карты. Хорошо. Эти закрытые карты покажут тайны вашего дома, ваших червонных задач. Итак, девятка меньше туза, открываем. Здесь нет туза. Валет меньше туза. Я уже вам секреты тоже, мои бабушки, открываетесь, да, как я пасьян сделаю, если кто уже понял. Вот так. Дама. А, туз есть. Вот эти две тайны. Итак, четыре туза. Все. Это говорит о том, что все, что вы задумали, обязательно сбудется. Все тузы открылись. И еще плюс, у кого-то сбудется, у червоной дамы. Это редкая возможность. Но из всех огромных пробобилити, да, здесь срабатывает закон возможностей, low probability, закон физики, насколько я знаю, очень редко выходит, что червоная дама остается с четырьмя тузами. У меня такое, наверное, получилось последний раз, когда я еще училась где-то в школе очень давно. Так что вот это очень хорошее, ну, удачное гадание, да. То есть червоная дама, это тот, кто пришел на расклад, это вы, и у вас все будет хорошо. Потому что все тузы, говорят, вы справитесь со всем, со сложными задачами, с какими-то проблемами дома, там по здоровью, может быть, или у близких, документы, финансы, все у вас наладится, все будет хорошо, это редкое, удачное гадание. Теперь открываем тайны, ваши тайны. То есть это гадание о вас, да, вот вы. Открываем тайны. Ну, вот видите, вот эта пиковая дама, это ваше плохое настроение, наверное, или какая-то дама, связанная с крестовым королем. Вы сами назначаете, кто в вашей жизни вот эти люди, эти персонажи, да. Вот это может его мать крестового человека, или разлучница у кого-то, его дочь, знакомая, в общем, кто-то, или его злость на вас. И это поздняя встреча. У каждого по-своему проиграется. Но здесь крестовый король, он связан с пиковой дамой, с чем-то. Это может быть злость, или может быть какая-то колдунья, плохой человек. Вот. И он имеет с ней встречу по поздней дорожке. Неприятная встреча, это ее карта шестерка пик. Говорит, что именно она влияет на вашего крестового короля. И это может быть у вас на сердце сейчас. Так, вашу карту кладем назад. Секреты все ваши уже открыты. Теперь вот пиковая карта, какие секреты под ней. Ну, смотрите, поможет вам решить сложную, какую-то пиковую задачу. Червоный король, это его интерес червоный к вам, его большая любовь. Так, это сюда. Далее открываем секреты по дому. Или по семье, или по любви. Вас любят в семье. Это, знаете, если у нас выходит для семьи крестовая восьмерка, вместе с червоной восьмеркой. Вот при таком раскладе, вы будете с человеком жить долго и счастливо. У вас будет очень крепкая семья, достойные отношения, достойные будет. Вы будете жить в шикарных условиях. Почему? Потому что, вообще, семья, это не только восьмерка червонная, когда есть любовь, там такое все. Это тоже, когда все по полочкам, когда люди деликатны друг с другом, не обижают друг друга. Когда семья, это как деловое предприятие, где каждый занимается своими делами, и люди не мешают друг другу жить. Вот это шикарно, вот это шикарно. Это у вас так будет в семье. Далее у нас перевернутый крестовый туз. Если крестовый туз в прямой, так вообще все хорошо в делах и там в быту. А перевернутый может говорить о том, что есть какие-то там проблемы, которые здесь показаны этими двумя картами. Смотрите, больше проблем, небольшие, все решаемо. Крестовая карта, это хорошая карта, червоная тем более хорошая. То есть нет плохих карт, нет пиковых карт. Это говорит, что задачи крестовые, формальные, неформальные, какие-то деловые, или еще что-то, вы решите, или по работе, вы решите. И это даже может быть обучение. Крестовая девятка и десятка это обучение. И вам будет это нравиться. Это счастливая встреча, какого-то обучения. Или у вас, или у ваших детей. Но бубновые, это самые сложные, это деньги и документы. Вот, что здесь мы видим? По бубновому тузу, какие тайны. Две семерки. Семерки это встречи, вот именно успешные покупки, или встречи каких-то денег, получение денег на счет, закрытие долгов. Здесь, может, деньги нужны на обучение какое-то, или на какие-то дела там, по бумагам, да, нужно заплатить что-то. Вы заплатите и получите желаемый результат. Очень хороший расклад. Я так рада. Я вообще обожаю делать пассиансы. Они делают много хорошего для мозга. То есть, они показывают сценарий возможностей, да, это как шахматная игра, да, или вообще как сама жизнь, да. Это очень хорошо для человека. Это очень оздоровительно. Поэтому смотрите. Ну и самое главное, что можно тоже будущее просмотреть, правда. Пусть во всем везет. А мы с вами очень скоро, и все непременно. Увидимся.